Валерий Курман Я собираюсь как-то пытаться обсуждать медицинские проблемы, а вот политические. Как это может повлиять на работу Центрической партии? Все-таки Сависар такая фигура очень видная, сильная и так далее. Как-то скажется это на Центрической партии? Я бы хотел сказать, что по-человечески хочется пожелать нашему руководителю партии скорейшего выздоровления, войти быстро обратно в строй. И с каждым человеком бывает, тем более все-таки дело идет к возрасту председателя. Поэтому надеюсь, что в России сделают все, чтобы он как можно быстрее бы вступил в строй, в политический строй. По жизни он боец, поэтому я верю, что хорошее. А то, что практически вчера в почте в 13 часов было еще подтверждение о том, что 22-го должно состояться воликогу нашей партии в Таллине. И мы к нему, конечно, готовились, потому что очень было интересно узнать его мнение. Внутри, я думаю, готовились, потому что было интересно узнать и его мнение по ситуации, которая сейчас идет на переговорах и вообще, что такое в политическом плане. Как всегда, он должен был сделать политический доклад 35-40 минут. Но вот в 17-15 уже пришло известие о том, что это собрание не состоится, поэтому мы ждем следующих решений, когда правление партии сориентируется и, в принципе, выдвинет опять новый срок, когда это собрание должно, уполномоченных представителей воликогу должно состояться. А все, что касается партии, то работает, практически работает аппарат, бюро, которое работает в партии. У нас есть два заместителя, господин Энесма и Кадрия Симпсон, поэтому эти люди, которые обладают опытом, более того, ведь в правление партии входит 15 человек, поэтому эти люди сегодня осуществляют руководство и, конечно, внимательно следим за тем, что происходит на политическом небосклоне нашего государства. Поэтому еще раз хочется пожелать руководителю партии, господину Эдгару Сависару, мэру города Таллина здоровья, быстрого восстановления и, конечно, чтобы он как можно быстрее бы вступил в политическую жизнь государства, тем более оно сейчас достаточно интересно, поскольку проходит практически в период как раз вот такого формирования нового правительства. А что касается здоровья, то я настолько же знаю, насколько мы, наверное, через средства массовой информации читаем о его состоянии. Еще раз повторяю, здоровья хочется пожелать человеку. Спасибо. Вот как раз вы упомянули тему формирования после выборов нового правительства. Вот есть ли какие-то подвижки там, есть ли какие-то новости? Последнее, что вот удалось, или я так слежу за этим, посмотреть, что был вот как раз двухдневный перерыв и я думаю, что они вступают в такую критическую фазу, когда четыре партии выдвигали свои, собственно говоря, требования, свои пожелания. И у каждой партии наверняка на эти выполнения этих требований, наверное, надо два-три бюджета государства и так не бывает в жизни. Поэтому сейчас вот этот первый тайм, скажем, прошел, премьер-министр слетал в Брюссель, немножко позаседал, немножко повстречался со своими коллегами. Сегодня, насколько я понимаю, он будет в государстве и сегодня наверняка уже более критично будут смотреть на те вопросы, которые или те положения, или те позиции, которые партии хотят выполнить. Потому что принять все, что говорилось в программных документах, это просто не позволяет государственный бюджет. И поэтому сейчас уже придется, наверное, что-то отметать. Будет нравиться тем же самым новым партиям, которые вошли в коалицион или входят в этот блок обсуждения, нравится, будут они продолжать или нет. Но мне кажется, что это очень серьезная и трудная работа, поскольку по идеологии, если социал-демократы находятся на, скажем, сетке левее, на самом левом сегодня спектре крайне, даже левее, чем центристы по своей идеологии, то на правом фланге находятся и представители реформы, и представители новой партии, и самолит. Поэтому соединить, скажем, обе стороны вопроса в решении, вот мы пойдем этим путем, нас ли в следующие годы, вот в создаваемом новом правительстве, очень сложно. И, конечно, второй вопрос, это министерские портфели, ведь хочешь не хочешь, министр вместе с канцлером, с его аппаратом, он определяет политику выполнения тех или иных задач, которые стоят перед правительством. Поэтому наверняка и вопросы, так бы правильно сказать, как бы разделить вот это количество портфелей между партиями, это тоже будет достаточно серьезная тема. Наверняка реформисты не хотят отдать основные, министерство финансов, министерство внутренних дел, министерство охраны окружающей среды, когда действительно через министерства, которые проходят очень большие деньги, которые дают возможность как-то поддерживать и регулировать отношения с местными самоуправлениями, где находятся во власти товарищи по партии. Поэтому это следующий этап, и я думаю, что в ближайшее время мы об этом увидим, поскольку время поджимает, это же нельзя делать до Нового года, это практически уже сегодня, завтра президент скажет, хватит сидеть за столом, давайте определяйтесь, кто будет в коалиции и кому дать поручение формировать новое правительство. Хотя с этим может быть уже сегодня для президента ясно, но тем не менее сроки, которые определены законом, они поджимают. Поэтому наверняка вот конец марта, начало апреля уже будет более радикально в создании коалиции, которые будут руководить, по крайней мере, в ближайший год. — Спасибо. Теперь хотелось бы затронуть тему такую более общую, европейскую. Завершился саммит руководителей Евросоюза. Самое главное было, естественно, для нас наиболее интересно, это санкции в отношении России. Как бы Вы оценили результаты этого саммита? — Вы знаете, ведь общего документа, насколько я понимаю, не было подписано по итогам заседания. Вопрос, здесь, наверное, стоит три позиции или три вещи, которых, наверное, стоит посмотреть. Те государства, которые четко поддерживают, например, на их экономику, наверное, это очень не влияет, из 28 государств, которые входит в Европейский Союз, те, которые четко поддерживают, давайте мы дальше будем продолжать. Вторая группа государств, которые формируют вот этот последний документ, это те, которые попались достаточно сильны в жесткие условия, ведь на их экономику тоже приходится удар. И, может быть, не напрямую, вот, собственно говоря, мы введем санкции, у нас вот сегодня сразу будет действовать, но где-то из других источников или из других отраслей приходят уже отголоски. А вот раньше мы могли, а сейчас нет. И третья категория государств, на мой взгляд, те, у которых плохо, но те, которые решают, например, мы будем дальше, вот, как бы у нас плохо не было, мы будем дальше поддерживать, в открытую, причем об этом говорить. Я считаю, что вот к третьей мы относимся, потому что мы, ведь четко в правительство, позиция правительства, мы поддерживаем санкции, несмотря на то, что у нас и начинаем говорить. Проблемы в сельском хозяйстве, пробега в молочном, мясной, отрасли сельского хозяйства и так далее. Поэтому сейчас наверняка приходит осознание вот этих санкций, что касается Российской Федерации. Поэтому, наверное, все-таки больше надо думать, те, кто нас представляет вот в этих кругах, наверное, думать надо больше о своей экономике и думать, как же мы все-таки в этом состоянии будем продолжать жить дальше. Потому что от экономики зависят и наши, и наши, собственно говоря, доходы, и доходы государства, и в том числе доходы наших с вами, и всех семей, которые, и всех людей, которые работают и живут на территории Эстонии. Так что, многих санкций, которых коснулось, и что касается, вот, скажем, мяса, молочной продукции, что касается овощей, фруктов, которые поставлялись в Российскую Федерацию. Конечно, посмотрите, сегодня сельскофермеры Польши, например, требуют, значит, вот убытки, понесенные убытки от Евросоюза возместить. Мы требуем, скажем, то, что нужны деньги для того, чтобы возместить вот этот крупно-рогатый скот, который, в конце концов, если это будет продолжаться, придется просто-напросто уничтожить и в будущем, собственно говоря, пустить мясо молочное, в принципе, животных, коров, если прямо говорить, под нож. Поэтому, давайте скажем честно, что здесь не все так просто, и мне кажется, что вот новому правительству надо повнимательнее смотреть, чтобы в своих решениях, чтобы защитить именно людей, которые работают у нас в Эстонии. Спасибо. Интересная тема, для многих важная и для жителей Еда-Ирума в первую очередь, вот возможное строительство нефтеперерабатывающего завода в Силамяе. Как известно, есть такие планы, и причем это планы со стороны России, предусматривающие очень крупную инвестицию от России. Там речь идет о нескольких сотнях миллионов евро, то есть очень большие деньги. Вот как Вы оцениваете вообще, как Вы относитесь к этой идее, и второй вопрос здесь же, не следует ли ожидать противодействия со стороны правительства, ну подобного тому, что было при строительстве газопровода, то есть политического какого-то противодействия? Ну я, насколько понимаю, Игорь, эту ситуацию надо разложить на две вещи. Если первое, это то, что зависит от государства, да, зеленая улица или красная, тогда, наверное, будет играть политика. А сегодня на первом этапе, когда идет обсуждение воздействия вот этого нового большого комплекса на природу, на охрану природы и на ее последствия, после того, как будет работать такой большой, по объему большой, по переработке, значит, нефтехимический завод. Я думаю, что здесь сегодня стоит уровень, и на прошлой неделе, по-моему, были в новостях, и радио 4, и в прессе можно было прочитать о том, что ведь сейчас идет обсуждение на уровне местного самоуправления, на уровне города Селамяя, и те, кто сегодня не совсем, собственно, понимают, не совсем видят, в каком же степени это будет, этот будет сам проект, поскольку там он еще не завершен, на какое будет влияние на окружающий, на среду, в которой обитают, люди живут там, и не имеют права сегодня по закону, слава Богу, сказать свое мнение. Я думаю, что это не только, собственно, мнение Селамяйцев, это мнение и всех, кто живет на северо-востоке, ведь если говорить об Ихве, говорить о Кухлоярве, это же 15-20 километров, будем откровенны, что это не такое большое расстояние, на которое бы не будет воздействовать это, поэтому мне кажется, что здесь должно быть четко поставлено все точки над «и». Да, есть желание построить, да, есть желание создать рабочие места, да, есть желание, в принципе, инвестировать вот в этот клочок земли, где будет большой комплекс, если есть возможность, порт рядом, возможно, переработки, но хотелось бы, чтобы это было бы все сделано с точки зрения экологии, охраны окружающей среды, очень правильно, очень четко, чтобы это потом не приходилось сожалеть, вот посмотрите, быстро создавали, а получилось такое. Поэтому в этом плане я очень спокойно отношусь ко всему, что говорят, собственно говоря, и на городском собрании, на улице городской управы Селамяй, о том, что же будет, и каков этот будет завод, и что будут предлагать людям, вот живущим рядом с этим заводом. Не получится так, что если его построишь, а потом, в принципе, будет задумываться красивый городочек Селамяй, будет задумываться в большинстве своем, я буду отсюда искать другое место жизни, обитания, где, потому что рядом со мной находится такой большой гигант. Таких примеров много, помните, и долгие годы борьба там с тем же самым, ну, какой бы пример взять, например, озеро Байкал, когда там большой алюминиевый завод, который практически, собственно говоря, целлюлезо-бумажный комбинат, мне помнится. Ну и с другой стороны, я вот бывал, бывал кто на фельфе в Финляндии, например, в Кеме, два больших целлюлезо-бумажных завода находятся рядом с городом, в котором, по-моему, проживало около 40 тысяч населения. Один целлюлезо-бумажный завод, второй целлюлезо-бумажный завод. Если ветер с юга, с запада, то ничего на город не влияет. Простите, юга, с севера, с севера и юга, то на городе, как только восток, с север, люди живут как заложники в этом. Не зря сегодня, ну, вернемся к нашему кухлоярве, не зря ведь там 30-40 лет, 40 лет назад те, кто создавал и строил завод, и кухлоярве практически ведь применили, или точнее сказать, начали большое такое, скажем, что ли, назвать переселение. Работа на химзаводах в Яринской части, как административный центр Ехвей, как жизнь должна проходить была вахт. Это уже потом наши быстрые политики, несколько человек, которые предложили, давайте мы сегодня, то есть единый комплекс и общественного транспорта, и снабжения электричеством, газом, теплом, водой, все, что требуется городу. Это уже потом некоторые политики взяли, выдрали, простите меня, из этого большого комплекса, Ихи из Ихвейской, присоединившейся к Ихвейской области, и получается, что сегодня, вот у вас там голова на вахтме, просить такое грубое сравнение, ноги у вас с этим, а сердце-то выдрано в плане организации жизни на этом деле. Поэтому я считаю, что сейчас то, что происходит с этим заводом, да простите, что так долго, но мне кажется, что сегодня это правильно, когда идет обсуждение, чтобы были все уверены о том, что это будет все не против человека. Спасибо. Ну а в правительственных кругах там ли в Лиге Кубы об этом что-то говорили вообще? Я не слышал, поскольку лично, общаясь с Министерством Большой охраны окружающей среды, таких разговоров даже и на комиссии у нас не было. Я думаю, что этот вопрос будет тогда, когда это уже утвержденные правила, или точнее сказать условия воздействия на охрану окружающей среды, уже перейдет на уровень Министерства. Тогда будет вопрос решаться, скажем, в политическом плане. Мне кажется, что здесь не самое главное инвестиции. Они могут прийти из Соединенных Штатов Америки, или Англии, или Южной Америки, или уже Южной Африки, простите. Главное, что в принципе сегодня есть деньги, которые предлагают, и, наверное, главное, чтобы вот эти деньги не работали против человека. Хотя они будут, конечно, помогать в качестве создания новых рабочих мест и новых доходов и как местному самоуправлению, так и людям, которые там будут работать на этом заводе. Спасибо. В прессе уже неоднократно поднималась, и вот недавно опять проблема, медицинская проблема такая в отношении, прежде всего, вот и довирусской центральной больницы, то, что нас интересует, то есть больницы, которые обслуживают наш регион. И говорится о том, что нехватка специалистов наблюдается и так далее. Вот опять такой вопрос поднимался. Как Вы к этой проблеме относитесь, и вообще, как она выглядит с Вашей точки зрения? Эта проблема была 10 лет назад. Она еще острее, чем сегодня стоит. Например, мы говорим, что врачей не хватает. Я не особенно сегодня бы, например, акцептировал, что врачей не хватает. У нас некоторые специальности сегодня закрыты уже, простите меня, выше, чем надо. Но когда курс 8-9 лет назад, когда с господином Баклером мы и с Советом обсуждали это, мы точно поняли, что, например, сегодня те, кто учится в Тарцузском университете, это как бы один источник пополнения. Но для этих молодых людей, которые тогда уже взяли себе за основу на первом, втором, третьем курсе учить шведский, финский язык и такими вахтовыми методами ездить и работать, скажем, в соседних государствах северных, это было порядки вещей. Но какая-то часть приходит к нам, и те же самые специальности, которые нам необходимы, они приходят, потому что у нас сегодня появился сводом два года назад, сводом прекрасные условия для их работы, и это тоже тянет. Не всегда на чужбине лучше, чем дома. Это первый вопрос. А второй вопрос, мы же прекрасно понимали, что вот если иметь в виду, сколько заканчивает Тарцузский университет, сколько уезжает, и ведь еще надо не только Северную и Давыровскую центральную больницу людей приглашать, они же еще едут и в Таллинн, они остаются работать в Тарту, они до каких-то условий, а в другие больницы едут, то этого не хватает. И был взят на то, чтобы приглашать и смотреть специалистов сюда работать, и сегодня у нас работают с Молдавией, с Украиной, с Российской Федерацией, и прекрасно работают люди, которым, кстати говоря, один из таких источников, например, не хочу обидеть врачей, но ведь и та же самая очередь, в которую хотят к какому-то врачу попасть, сегодня это более острее. Я еще раз не хочу обидеть, потому что в этом смысле есть тоже какой-то катализатор среди народа, который хочу попасть к этому врачу, хочу попасть к этому. И те, кто сегодня приехал работать, у них, конечно, самое основное условие, которое ставит государство, это знание государственного языка, им ставят какие-то условия, вот выполнишь эти условия, если ты хочешь работать, то ты будешь у нас работать. И в первую очередь, конечно, это общение, возможность с людьми общаться на эстонском языке. Я как понимаю, все наши люди, наши врачи, которые приехали, их уже не один десяток, и те, кто работает, для них вместе с повышением квалификации своей, у них, конечно, очень большая проблема с эстонским языком, но они мотивированы, что они могут здесь работать. Приезжают в основном те, которые по возрасту хотят себе устроить, скажем, по-настоящему карьеру врача и прийти в условиях работать Европейского Союза. Больше того, эти есть врачи, которые используют возможность, начинают здесь, а уезжают, скажем, в Эстонию, а уезжают в Евросоюз, как бы маленький трамплин. Но основная часть остается, семья приезжает сюда, учатся, дети, у человека появляется место хорошее, в котором можно работать, на котором можно работать, на котором дают тебе работать. И вообще вливается в эту, в когорту медиков Эстонии. Поэтому мне кажется, что здесь говорить о том, что у нас не хватает, да, есть больницы, которым тяжело, но мы вот этой проблемой, врачебной проблемой занимались, практически начало было 8-9 лет назад, после того, как соединили две больницы. Я думаю, что мы продолжать будем дальше работать в этом направлении, о том, чтобы у нас никто бы не сказал о том, что нет медицинских кадров. Хотя, может быть, можно, если поехать поговорить о других больницах, может быть, другая ситуация. Я говорю, вы доверяете в Москоцентральную больницу. Тогда, когда создавалось, практически соединялись две больницы, очень много тех, кто был скептик, например, соединения этих больниц, говорили о том, что у нас людей будет работать меньше. 960 человек было тогда в двух больницах, сейчас эта цифра больше тысяч, 1030-1040. Ну, понимаете, что кто-то уходит, кто-то приходит, и что касается врачей, и что касается и медсестер. Поэтому здесь говорить об уменьшении, например, ни в коем случае нельзя. Спасибо. В Кохт-Лоярве сейчас, вот в эти дни, проходит 10-й международный конкурс академического вокала для юношеских такой. Вот необычный немножко для нашего города такой конкурс. Академический вокал – это что-то в высших сферах, высшее, так сказать, уровень искусства. И в нашем небольшом городе, Кохт-Лоярве, промышленном городе, это такой смотрится на особицу немножко этот конкурс. Вот немножко ваше мнение по этому поводу, ваш комментарий. У нас две хорошие школы музыкальных школы, я не беру художественное отделение, хорошие школы, хорошие преподаватели, дети которых участвуют во многих конкурсах, и многие фестивали заканчиваются, конкурсы заканчиваются, когда наши дети получают какой-то приз или какой-то гран-приз, или гран-при, или дипломы о том, что выступают, хорошо и хорошее место занимают. Поэтому сейчас для того, чтобы сделать упор, по большому счету, будем откровенны, что достаточно сильно у нас была представлена ведь эти годы хореография, когда легче, когда хореографы работают с большими коллективами, и у нас их достаточно много для того, чтобы проповедовать, скажем, танец, проповедовать язык танца, то вот в исполнении, собственно говоря, или даже, так скажем, в пении у нас, мне казалось, и 10 лет назад, и сейчас, я думаю, что у нас появляются как раз и в этом направлении очень хорошие звездочки, преподаватели, которые работают. Поэтому ведь здесь тоже нужно обращать внимание, чтобы учить детей петь. Я имею в виду для того, чтобы не только их учить петь, ведь у нас в школах хорошие хорояки появляются, хоры хорошие, хоры детские, хоры музыкальные в школах, а ведь всегда за основой была классика. И очень жаль, конечно, отчасти очень жаль, что по Северо-Востоку вот в этом конкурсе принимают не так много детей, участие, потому что я понимаю, что у них возникают, это очень сложная тема, и очень сложно подойти к этому вообще, скажем так, в качестве преподавания найти талант, который бы мог, собственно, не в хоровон, например, через хор, а, скажем, индивидуальном классическом жанре, в пении, значит, выйти и выступить. Поэтому мне кажется, что здесь должны наши школы посмотреть более внимательно и не смотреть, что вот приходить на заключительные концерты, посмотреть, что вот как приезжают к нам, а самим попробовать и пытаться на этот конкурс выставить детей. А то, что проходит 10 лет, это хорошо, мне кажется, что это дает какую-то визитную карточку городу Кохлоярю, как, например, в Шопен, конкурс пианистов имени Шопена, Шопениана, в Нарве, да, проходит. Это же здорово, когда готовятся к этому конкурсу, ждут, когда выступают, когда с другими можно соревноваться или учиться у других. Поэтому то, что сейчас проходит 10 лет, мне кажется, что это здорово. Два года последних это проходит в здании художественно-музыкальной школы Яремской части, не совсем может быть такие условия для проведения, вроде надо все-таки на сцену, но тем не менее инструмент, есть жюри, работают, людей определяют. И я перекинулся, вот завтра состоится, в 12 часов в субботу состоится конкретно уже награждение лауреатов, пусть там будет 40-50 человек, которые приехали конкретно, которые во многом в этот раз несколько вот эти санкции, скажем, да, и рублевая зона несколько уменьшила, то есть возможности на рубли приезжать из Российской Федерации, да простите, так грубо, приехать и участвовать в этом несколько снизило, но как я уже перекинулся, так, с членами жюри, говорю, ну как по уровню там вообще, она сказала, что в этом году очень такой, одна из членов жюри сказала, шикарный уровень. Ну, я понимаю, что вот чем выше уровень, тем выше конкуренция, тем интереснее, собственно, судить, и надеюсь, что завтра мы узнаем лауреатов по своим возрастным группам, и самое удивительное, что один из преподавателей в этот раз, такой даже нюанс был, вот, хотела выставить шестилетнего ребенка, ну, то есть в условиях там, значит, с 8-9 лет, а тут даже шестилетнего, ну, вот не знаю, что на итальянском бы он пел бы, например, ребенок, да, но, тем не менее, наверное, хотелось попробовать и хотелось удивить членов жюри, хотя конкурсные условия, конечно, этого не позволяют, значит, наверняка было вне конкурса. Поэтому, чем больше таких конкурсов будут проходить на Северо-Востоке, на чем больше и спортивных, и культурных фестивалей, тем интереснее будет жить на Северо-Востоке, тем интереснее будет для наших детей, для нас с вами, и надо только это приветствовать. И дай Бог, чтобы у всех было бы такая, у каждого самоуправления была бы такая цель и такая возможность. Спасибо, Олег Николаевич. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу, и на сегодня мы с вами прощаемся, до свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!